1 января не только начало нового года, но и начало жизни некоторых законопроектов. О самых заметных изменениях в законе расскажет наша коллега Ольга Звездина. Прежде всего, россиян ждет подорожание услуг ЖКХ. Их рост составит примерно 12-15%. С 1 января 2013 года пиво является полноценным алкоголем и на него вводится запрет. Так же, как вино и водку, пиво запрещают продавать в киосках и небольших магазинах вообще, а в обычных магазинах с 23.00 до 8 утра. Кроме того, теперь законом запрещена реклама пива на телевидении, радио и в печатных СМИ, а также в общественном транспорте. Вырастут и минимальные цены на алкоголь. Спиртное крепостью выше 28 градусов становится дороже примерно на треть. Минимальная розничная цена пол-литра водки с января должна подняться со 125 рублей до 170 рублей. С 1 января 2013 года повысился и минимальный размер оплаты труда. Сейчас он составляет 5205 рублей. До этого составлял 4611 рублей. Повысили и размер материнского капитала. Он будет проиндексированный составит 408 960 рублей. При этом использовать его можно только по старым назначениям на улучшение жилищных условий, на образование детей, на оплату детского сада, на формирование пенсии матери. Напомним, в 2012 году размер материнского капитала составлял 387 600 рублей. Самым резонансным нововведением стало снятие ограничений на оплату детских садов родителями. Если раньше родители должны были оплатить за садик не более 20% требуемой суммы, то теперь цену пребывания ребенка в садике устанавливает учредитель. И вряд ли кто-то удивится, если стоимость садика поднимется до 100%. Автомобиль в наше время – это роскошь, а не средство передвижения. С 1 января 2013 года любое топливо класса Е2 и ниже запрещено к обороту в Российской Федерации. Это топливо отличается высоким содержанием серы, что крайне негативно сказывается на экологической ситуации. Министр энергетики пообещал, что дефицита бензина в России не возникнет. Может дефицита не возникнет, а вот цены опять похоже поднимутся. Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа 24 МИАС. Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.